Здравствуйте! Лев Николаевич Толстой был, пожалуй, одним из самых известных студентов Казанского университета. И действительно, те годы, которые он провел здесь, в Казани, самые важные в его жизни, потому что это годы молодости, годы становления. Хотя, к сожалению, мы мало о них знаем, потому что даже в последних биографиях Толстого всего несколько страниц посвящены этим очень важным годам его жизни. Но именно в Казанском университете начинаются научные исследования Толстого, потому что еще в 1894 году, представляете, еще при его жизни, Николай Павлович Загозкин, профессор университета, одно время бывший его ректором, публикует статью, которая посвящена была студенческим годам Толстого. А потом появляются воспоминания о нем, как о студенте. И сам Толстой тоже очень много рассказывал своим биографам о казанских годах. И вот в 1928 году, к 100-летнему юбилею Толстого, здесь в Казанском университете печатается сборник, который называется «Великой памяти Льва Толстого». А потом появляется книга, вот эта книга тоже профессора, казанского профессора Ефима Григорьевича Бушканца «Юность Льва Толстого. Казанские годы». И теперь в этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения Толстого, и этот год у нас в республике, в Казанском университете объявлен годом Толстого. Именно поэтому Институт международных отношений совместно с телевидением Казанского университета «Универ ТВ» организовал для вас цикл лекций. Лекции будут читать крупнейшие специалисты по творчеству Толстого, по биографии Толстого со всего мира. И не случайно цикл называется «Словисты России и мира о Толстом». Я надеюсь, что этот цикл будет интересным. По крайней мере, приглашать мы будем самых крупных мировых специалистов. Добрый день. Мы с вами сегодня будем говорить о Толстом, о немецком Толстом. Я к Толстому приближалась очень постепенно. У меня была одна из первых публикаций в конце 70-х уже, когда вышли записки Душана Маковицкого. Я сделала радиопередачу на основе этих записок «Последние дни Толстого». Вот это первый шаг. Потом следующий шаг. Мы с коллегой вместе переводили в начале 80-х дневники Софьи Андреевны. И они вышли в двух томах. И в те времена я, конечно, была полностью на ее стороне. Я, конечно, все ее защищала от мужа и так далее. Как, конечно, это естественно, что идентифицируешься с персонажем, кто пишет. Ну, надо сказать, конечно, это немножко потом потерялось. Но я во многом еще и сейчас на ее стороне, именно что касается авторских прав, я думаю, что именно она была права и не ее муж. Не надо было отдать авторские права. Ну, во всяком случае, Толстого я видела тогда прежде всего как семейного человека, естественно. Я смотрела на его биографию. Но тогда это еще не было моим, в кавычках, моим немецким Толстым. У меня было смутное такое предчувствие все эти годы потом, что вообще надо заниматься Толстым. А именно мне показалось, что нужны новые переводы. Но этим никто вообще тогда не занимался. И у меня было ощущение, что нету просто такой возможности. И только к концу 90-х годов это у нас так медленно-медленно просто опризовывалось, и медленно поднималась такая волна новых переводов классики. Я тогда предложила издательству, издательству «Ханза» в Мюнчине, вот проект, который как-то тогда уже достаточно ясно стоял перед моими глазами. У меня было впечатление, что нужно издать всего кавказского Толстого именно одним томом, все вместе от «Набега» до «Хачимурата». И, конечно, все эти вещи уже были переведены, и не раз. Но такого тома, который именно дал бы перспективу на кавказского Толстого от начала до конца, такого еще не было. Я предложила, а мне говорили в издательстве, что вы, надо начинать с романов. Вот хотите Анну Каренину, хотите «Войну и мир»? Пожалуйста. Но кавказского Толстого нет, это не то. Ну хорошо, насчет «Войны и мира» я сразу почувствовала. Это уже все-таки слишком много для меня. Насчет Анны Каренины я долго-долго колебалась, потому что мне показалось, что это что-то слишком самонадеянно. Вот начинать переводить Толстого с Анной Карениной. Так что я так колебалась, действительно, около года не могла решиться. И в конце концов я все-таки для себя переводила не первую главу, но одну из первых глав. Так, смотрела, сравнивала с другими переводами. И у меня получилось впечатление, да, это можно делать по-новому. Дело было в том, что Анна Каренина была переведена на немецкий и уже около, да, приблизительно есть 20 переводов. Я говорю «приблизительно», потому что нельзя сказать это точно, там бывали переводы переработанные, так что нельзя сказать, что это новый перевод. Но, в высоком случае, около 20. Я начала это переводить, работала над переводом приблизительно два с половиной года. И в конце концов книга вышла перед юбилеем, в кавычках, то есть это не юбилеем, а перед столетием со дня смерти, в 2009 году. Ну вот. Что у меня там получилось нового по сравнению с этими другими переводами? Надо сказать еще, что уже около 5-10 лет не было до этого нового перевода. И хотя иногда кажется, что переводить это, переводить это, что тут может меняться. Но все-таки за это время вот эта такая внутренняя стратегия перевода очень сильно изменилась. Во всяком случае, я это почувствовала по своему подходу. Мой подход был другой, чем это раньше переводили Толстого. То есть, если это грубо, если грубо говорит об этом, то раньше вообще-то переводили с перспективой чисто на содержание, на содержание произведения, на содержание отделной фразы, отделного слова. И очень мало обращали внимания на стилистику Толстого. И я как раз постаралась передать вот то, что я обнаружила у него. У меня все больше и больше показалось, что у него просто стилистика совершенно гениальная. Абсолютно. И такая новая стилистика, что в его время читатели иногда смущались от этого. Например, знаменитые толстовские повторы. Он очень многое строили на повторах слов и на повторах стилистики. И очень много строили на повторах синтаксиса. И это раньше или не соблюдалось, или это коллегам тогда даже показалось чем-то лишним, ненужным. И я как раз с этой точкой зрения подходила. Я могу дать там несколько примеров. Вторая фраза романа. Все смешалось в доме Аблонских. У меня было довольно много консультантов из русских литературоведов. Например, первый большой абзац я чутко обсуждала с литературоведом Сергеем Бочаровым. И он мое внимание обращал на то, что тут определение места в доме Аблонских не как в обычной русской фразе в начале, а в конце предложения. А в немецком языке это, кстати, вот тот же самый порядок слов. Все смешалось в доме Аблонских. А из того, что это такая перестановка, то получается в этой фразе определенная напряженность, которой не было бы в нормальной фразе. И это я, конечно, и могу делать и в немецком языке. Но большинство этих немецких переводов сделали из этой фразы нормальную немецкую фразу. В доме Аблонских все смешалось. А у меня тоже получилось наоборот. Трунте и трюбе гинге спайден Аблонских. И получается такая же напряженность. Потом я тщательно следила за тем, какие мне показалось, что это прямо такие петли делает Толстой в синтаксисе. Например, в начале второй главы, где он описывает жизнь Стива, там точно такие повторы в синтаксисе, которые дают определенную атмосферу. И, например, это одно из моих любимых мест, там, где Каренин возвращается домой из салона. И просто вот Каренин думает, что надо все-таки поговорить с Анной. Она с Савронским вела себя не очень корректно и так далее. И он обдумывает. Это совершенно уникально, как Толстой передает вот эти петли в мышление Каренина и в строе фраз. И это как раз, поэтому как раз это было и есть мое любимое место, потому что это так гениально просто построено в этой фразе Клаудстова. Из-за этого общения с языком у него получается вот этот огромный роман, текст такой достаточно быстрый. Вот он как раз на основе повторов и этого строя, темп романа получается большой. Вот читатель прямо такие вот скользит по этому языку. И это как раз была главная моя идея, вот передать это и по-немецки. Вот, по-моему, Набоков это очень хорошо сказал однажды. Он говорит, вот, when you read, Толстой, you read just because you cannot stop. Когда вы читаете Толстого, вы читаете из того, что вы не можете останавливаться, просто не можете. И это так и есть, на мой взгляд. Я много, как я уже сказала, я много и поговорила с русскими друзьями о том, как пишет Толстой. И очень мне интересно было, вот один из моих друзей в Москве, поэт Тимур Кибиров, сказал, что он случайно недавно, первый раз после школы, опять прочел Анну Каренину и был поражен. Он говорит, что именно вот это начало и вообще текст во многих местах написан как поэзия. Вот так тщательно Толстой отделал язык этого. Ну, другие примеры, конечно, еще в том, что кое-где я нашла какие-то новые обороты. Например, я долго обсуждала с охотником соответствующую терминологию, которую я, конечно, не знаю. Для этого именно нужны консультанты. И в конце концов книга вышла, и резонанс был очень хороший. Потом мы сделали еще то, что у нас все больше и больше любят, а именно, что или автор, или в данном случае переводчик представляет книгу публике. И я попросила тогдашнего директора Ясной Поляны, Владимира Ильича Толстого, сказал, что не хотите со мной представить эту книгу? Он сказал, что хочу. И у нас с ним в начале 2010 года было всего 10 выступлений. Под, я думаю, достаточно броским названием «Толстой читает Толстого». И тут очень много напралось слушателей, читателей. Владимир Ильич рассказывал про Толстого, мы обсуждали книгу, мы обсуждали, что происходит. Это было замечательное время тогда. И я думаю, что как ни удивительно, вот для издательства издание стало все-таки бестселлером. И это при том условии, что для хорошо образованной публики, у них же уже стоит в книжном шкафу Анна Каренина, и все-таки им было интересно это читать заново в новом переводе. И что для нас, для классика действительно необычно. Вот в твердом переплете продали, по-моему, сейчас уже 35 тысяч экземпляров, и вышло и карманное издание, и там продали 40 тысяч экземпляров. Так что это... Я очень рада, что это так удалось. Но я продолжала этим заниматься и хотела первоначальный замысел как-то осуществить, а именно Кавказского Толстого. Но тут, несмотря на этот успех Анны Карениной, все-таки было сложно найти издательство. Издательство, потому что издательство у нас как-то боятся книг, где нет одной прозы, а если это сочетание нескольких произведений, это почему-то не любят. Ну вот, в конце концов, я все-таки нашла издательство. И сейчас, этой осенью, осенью 2018 года выйдет война на Кавказе. Дело в том, что Кавказский вид существует с 1851 года, когда Толстой с братом Николаем из Казани поехал на Кавказ, Кавказ ведь сопровождает Толстого всю основную жизнь. И даже вот последний побег в 1910 году, тут тоже был план ехать на юг, исчезнуть на Кавказе. Так, он там стал 50 лет, на Кавказе, и до конца это было для него, Кавказ был для него местом побега. Значит, в этой книге будет и набег, рубка леса, потом казаки, потом кавказский пленок, и потом хачимурадь. И меня многое в этих произведениях очень восхищало. Например, что касается переводческого отношения к этим произведениям, то для меня особенно было интересно и сложно как раз к кавказский пленок. Потому что у Толстого там такое приближение к устному языку, к устному строю синтаксиса и так далее. И это, по-моему, мне кажется, для того времени, 70-е годы 19 века, в такой степени очень не было принято. И я как раз постаралась очень передать и эту стилистику, да, вот неожиданную устность всего этого текста. Посмотрим, что скажет на этой критика. Потом еще потребовалось, конечно, для этого тома очень много объяснений, потому что многое, что там на Кавказе, может быть, русскому читателю известно, тоже не все известно, но многое просто немецкому читателю надо было объяснить. Начиная с того, что такое аул. Это Пушкин ввел, так сказать, в русский язык. Здесь это, наверное, не надо объяснить, а немецкому читателю это надо объяснить. Так что пришлось написать вот еще довольно много комментариев. И сейчас надеюсь, что читатель в Германии и эту книгу так хорошо примет, как она Карина. КОНЕЦ